МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С Великим постом, дорогие телезрители! Вы смотрите информационно-просветительскую передачу «Свет миру». 22 февраля в Липецком Христорождественском кафедральном соборе был совершён чин прощения. Об этом и других событиях нашей епархии смотрите в рубрике «Епархиальные вести». С 23 февраля у православных христиан начинается Великий пост, время сугубого покаяния и молитвы. Последний день перед постом в народе называют прощённым воскресением. Это день, когда вспоминается Адамово изгнание из рая. Христиане имеют благочестивые обычаи и спросить друг у друга прощения, чтобы приступить к посту, будучи необремененными взаимными обидами. «Прощение просить нужно для того, чтобы войти в пост в очищенном состоянии. Для Бога важнее всего наше покаяние и чистое сердце». Если нету прощения, то и нету спасения. Это начало спасения каждого человека. Простить всем самому, и чтобы тебя все простили. Господь говорит, если ты принёс дар твой к алтарю, и вспомнил, что брат твой против тебя что-то имеет. То есть не только, что ты против брата имеешь, но что брат имеет против тебя. Оставь дар твой и иди примирись с братом твоим. В этот день по традиции в Липецком Христорождественском кафедральном соборе совершается чин прощения. Его возглавляет высокопреосвящение Шиникон, митрополит Липецкий и Задонский. Здесь собираются как священнослужители, так и имиряне. Ведь простить друг друга – значит исполнить главную заповедь о любви к ближнему. В России всегда была традиция именно начинать с прощенного воскресения, потому что нельзя начинать пост без покаяния. А чтобы показать пример, то, естественно, священники должны первым подать этот пример. Мы сейчас всех своих приходок тоже отслужили уже вечернюю и попросили друг друга прощения, дали напустим слово на начало поста. Естественно, это очень важно. Действительно, начать с такого хорошего помысла, хорошего. Это, естественно, пока не дает нам Господь, безусловно. Духовенство, естественно, оно должно и между собой иметь действительно тоже мир и порядок, так как все мы люди и бывают разные ситуации в жизни. Поэтому мы все стараемся действительно в этот день вечером прибыть в наш собор кафедральный и здесь примириться с друг другом и с Богом. И спросить прощение перед теми, кого мы обидели, тяжело. Однако без прощения нет и спасения. Ведь при двери Великого Поста важно не только примириться с ближним, но и суметь примирить душу и тело с самим собой. И лишь тогда человек уклоняется от зла и творит благо. В первую неделю Великого Поста в храмах совершается чин Великого Повечеря с чтением покаянного канона преподобного Андрея Критского. В нем можно проследить всю священную историю Ветхого и Нового Заветов. Главное содержание канона – это покаяние человеческой души. Все про меня в этом каноне написано. Все мои грехи перечислены, все мои непотребства. Я узнаю в нем себя, поэтому я не могу в нем посещать и не каяться в этих грехах. Мы ходим вот четыре вечера, просто мукается душа. Тут же много охватывается сторон жизни нашей. И вот каждый вечер определенная сторона жизни. 25 февраля в Христорождественском кафедральном соборе чтение канона возглавил высокопреосвященнейший Никон митрополит Липецкий-Задонский. Великий покаянный канон считается одним из величайших духовных произведений за всю историю христианства. Он был составлен в VIII веке преподобным Андреем Архиепископом Критским. Покаянный канон называется Великим не только из-за большого объема, но и из-за его духовного содержания. Все песни покаянного канона – это беседа кающегося человека со своей душой. Это побуждает верующих внимательнее смотреться в себя, услышать голос своей совести и почувствовать важность соединения с Богом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Великий канон дает человеку возможность увидеть свои грехи и принести их через покаяние Богу в надежде на Его милость. С вечера последнего воскресенья перед Великим постом во время совершения вечерней службы священники переоблачаются в Великопостные одежды. Песнопения исполняются постовым напевом, а храмы приобретают особо аскетичный вид. Все это настраивает верующих на покаянный лад, свойственный Великому посту. Чтобы молиться, просить прощения у всех, у Бога просить прощения. Надо дома молиться и в храм ходить, посвящать, исповедоваться частью, причащаться. Просить у Бога прощения грехов наших оставлений у всех. В среду и пятницу Святой Четыридесятницы во всех храмах совершается особое богослужение – литургия прежде освященных даров. Она совершается после Великопостных часов и состоит из вечерней и литургии верных. В обычные дни года совершаются литургии, на которых верующие вместе со священником молятся о том, чтобы хлеб и вино, приготовленные на проскомедии Духом Святым, были присуществлены в тело и кровь Христовы. На литургии прежде освященных даров об этом уже не молятся. На литургии уже находятся святые дары с самого начала службы на престоле. В домовом храме Липецкого епархиального управления литургия прежде освященных даров, возглавляемого правящим архиереем, совершалась впервые. Чин этой литургии был составлен и введен в литургическую практику во второй половине VI века святителем Грихорием Двоесловым. За богослужением читаются особо покаянные коленопреклоненные молитвы. Грихорием Двоесловым. Грихорием Двоесловым. Грихорием Двоесловым. Грихорием Двоесловым. Грихорием Двоесловым. Несмотря на строгость первой недели поста, христиане не лишены радости при общении святых христовых тайн, которые как раз и подаются на литургии прежде освященных даров. Рекомендуется причащаться великим постом на литургии прежде освященных даров тем людям, которые чувствуют в себе жизненную необходимость спасающей помощи Божьей, благодатной помощи в духовной жизни, когда трудно бороться с какими-то своими греховными проявлениями, либо в физическом состоянии, находятся в каком-то тяжелом положении. И в этом случае вот как раз причащение там и там одно и то же. Телы крови Христов те же самые. Но вот особенность, такой нюанс своего рода в литургиях прежде освященных даров, причащение на этих литургиях состоит в том, что здесь мы уже не как награду воспринимаем, а как спасительное Божие нам лекарство, необходимое для души и тела нашего. Для многих православных христиан Великий пост можно назвать праздником молитвы. В эти дни она им приносит особую радость, а слезы покаяния очищают душу и зовут на исповедь. Великий пост – это своего рода десятина наша от всего года. В году – 365 дней. А пост примерно 40 дней длится у нас. Десятая часть от года. И это был один из первых постов, которые были в практике церковно введены. И поэтому мы должны свою десятину Богу выделить. К сожалению, у нас сейчас не получается, чтобы все 40 дней поста приходить в храм на богослужение. Есть счастливые люди, которым это удается. Я к таким принадлежу, как священник. И могу со своей стороны сказать, что это большая духовная отрада для человека утром и вечером бывать на Великопостных службах. Да, они продолжительные. Да, там очень много земных поклонов. Но те благодатные ощущения, впечатления, которые испытываешь от этой уникальной Великопостной службы, их ни с чем не сравнить. Тело, отягощенное страстями, не дает душе раскрыть двери сердца и впустить туда Бога, дающего вечную жизнь. Поэтому и нужен пост телесный, очищающий и смиряющий человека, помогающий в борьбе со страстями и примиряющий душу с телом. Когда мы постимся, мы очень многое приобретаем в этой жизни. Через пост мы и очищаемся, и становимся добрыми. Потому что от мноедения происходит множество соков теле человека. Он становится раздражительным, все ему не так, плюс еще все невкусно. Не так поднесли, не так отнесли. И мы думаем, это просто наше человеческое такое состояние. Нет, из-за того, что когда мы постимся, мы внутренне собираемся и стараемся, если постимся, не обидеть никого. Великий пост считается весной души. Это время преображения, обновления и работы над собой, чтобы с чистым сердцем встретить светлое Христово Воскресение. Память великомучника Федора Тирана празднуется 28 февраля. В первые века христианства он отказался принести жертву идолам и отречься от Христа. Великомучник Федор почитается как защитник людей, живущих по заповедям Божьим. О других памятных датах смотрите в нашей постоянной рубрике «Православный календарь». 1 марта в первое воскресенье Великого Поста празднуется торжество православия. Установление этого праздника связано с событиями Константинопольского собора 843 года, на котором было осуждено иконоборчество и восстановлено иконопочитание Византийской империи. В этот день за богослужением провозглашается торжество церкви над теми существующими ересями. В понедельник 2 марта церковь чтит память священномучника Ермогена, патриарха Московского и всея России чудотворца. Он приложил немало усилий для духовного просвещения казанских татар, оберегал православие от католических захватчиков. За время его служения в Казани была обретена казанская чудотворная икона Божией Матери. 6 марта отвечается память святого из собора Липецких святых, священномучника Александра Веслянского. Своё диаконское служение он начал в Богородице Тихоновском Тюнинском женском монастыре. В 1930 году отец Александр был обвинён в контрреволюционной деятельности против советской власти, а 6 марта расстрелян и погребён в общей безвестной могиле Воронежской области. В рубрике «Тебе поем?» смотрите музыкальный клип «Всего-то навсего». В его основе песни на слова протеерея Андрея Логвинова. Исполняет сводный хор Свято-Елисовекинского женского монастыря. Рейент, монахиня Ио Леония Денисова. Рейент, монахиня Иоанна 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 Денисова. Редактор субтитров А.Семкин